Добрый вечер, на ТВ8 новости. В студии Юлия Будеч. Сегодня говорим о главном. В Кишиневе зафиксирован первый случай сезонного гриппа. Заболела 60-летняя женщина, которая не была привита от вируса. Подробнее расскажем в выпуске. В Молдове могут появиться еще два аэропорта. Один на юге, другой на севере страны. Об этом президент заявил по итогу совместного заседания с участием премьер-министра и спикера. Иностранный гражданин может провести остаток жизни за решеткой в Молдове. Выходца из Нидерландов обвиняют в растлении малолетних. Он втерся в доверие к малообеспеченной семье из Кагула. Вирус бродит по столице. В Кишиневе зарегистрирован первый случай гриппа. Заболела 60-летняя жительница сектора Рыжкановка. Женщина проходит лечение в инфекционной больнице имени Тома Чорбы. Сейчас ее состояние оценивают как средней степени тяжести. Пациентка не была привита от гриппа. Врачи, между тем, настоятельно рекомендуют немедленно обращаться к специалистам при первых признаках болезни. Женщина обратилась к врачу в прошлую пятницу, почувствовав ухудшение состояния. На следующий день ее госпитализировали. 29 ноября лаборатория подтвердила наличие вируса гриппа. Немедленно были приняты необходимые меры. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу имени Тома Чорбы. Женщина находится под наблюдением врачей. Между тем, в медучреждения страны сегодня поступили вакцины против гриппа. Желающие могут получить прививку бесплатно, обратившись к семейному врачу. Вакцины, приобретенные Национальной компанией медстрахования и Министерством здравоохранения, уже в наличии. Плюс у нас в распоряжении гуманитарная партия. На первый взгляд, грипп очень легко перепутать с простудой. И при обычной простуде и при гриппе появляется высокая температура, болит голова и горло, появляется общая слабость. Однако грипп начинается остро. Самочувствие ухудшается, но каких-то конкретных симптомов еще нет. Важно помнить, что при гриппе резко поднимается температура выше 39-ти. Ощущается ломота в теле, боли в глазах, заложенность носа, боли в суставах. Особенно опасен грипп для детей до 5 лет, беременных женщин, людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, диабетиков и сердечников. Рекомендую при первых же признаках гриппа пить теплый чай с медом. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением, особенно принимать антибиотики без консультации с врачом. В прошлом осенне-зимнем сезоне было зарегистрировано более 2000 случаев гриппа. От осложнения, вызванных этим вирусом, скончались 30 человек. В Молдове могут появиться еще два аэропорта. Один на юге, другой на севере страны. Об этом глава государства заявил по итогу заседания с участием премьера и спикера парламента. Проекты могут воплотиться в жизнь за счет средств иностранных инвесторов, заявил президент и выразил мнение, что для строительства новой воздушной гавани необходимо около 200 миллионов евро. С другой стороны, некоторые эксперты предполагают, что это новая площадка для российских инвестиций. Администрация Международного аэропорта Кишинева пока воздерживается от каких-либо комментариев на этот счет. Это можно сделать быстро. Если кто-то хочет приехать и построить аэропорт с нуля в поле, инвестировать 150-200 миллионов евро, почему бы и нет? По мнению главы государства, наличие в стране еще двух воздушных гаваней поможет демонополизировать услуги в области авиасообщений и снизить цены на билеты. Я настаиваю на том, что мы должны открыть разрешение для других международных пассажирских аэропортов в Республике Молдова. Один на севере и один на юге. Откуда деньги? Через частное государственное партнерство. Я считаю, что из государственного бюджета мы не можем позволить себе туда инвестировать. На прошлой неделе тему обсуждали и в правительстве, в присутствии глав Минэкономики и Минобороны. Премьер призвал к проведению технико-экономического обоснования, чтобы понять, целесообразно ли строительство новых аэропортов. В администрации столичного международного аэропорта от комментариев появившейся информации отказались. По мнению же некоторых независимых экспертов, власти должны хорошо все взвесить, прежде чем принимать окончательное решение. Прежде всего, президент может поинтересоваться у Совета по конкуренции, существует ли монополия на рынке авиационных услуг. Мне кажется, что готовится почва для новых инвестиций с Ближнего и Дальнего Востока, написал эксперт аналитического центра «Эксперт-групп» Дианис Ченушин на своей странице в Фейсбуке. Тем не менее, ни на одном заседании власти не упомянули о международном аэропорту Маркулешты на севере страны, о котором некоторые депутаты ранее говорили, что он был вовлечен в несколько сомнительных схем. Обещала новый аэропорт и Ирина Влах, правда, еще в мае. В Чедерлунге будет открыт современный аэропорт, способный принимать международные пассажирские и грузовые авиарейсы. Вы все помните, 18 октября в рамках официального визита в Гагаузию президента Турции Реджеп Таип Эрдаана эту тему, эту идею он обсуждал с президентом нашей страны Игорем Николаевичем Дадон. Однако в прошлом месяце гражданский активист Василий Сенегур заявил на пресс-конференции, что в следующем году в автономном округе начнется тайное строительство военного аэропорта, который будет использоваться российской военной авиацией. Владимир Путин, президент Турции Реджеп Таип Эрдагана, Игорь Дадон и Ирина Влах. Они спланировали все так, чтобы через печать Республики Молдова начать спокойно строительство, потом это будет военный аэропорт Российской Федерации, над которым не будет никакого контроля. В ответ глава государства назвал эти заявления абсурдом. Тема новых аэропортов будет обсуждаться и на заседании Высшего Совета Безопасности, которое глава государства созвал в эту среду. Впрочем, видеозаписи со скрытых камер, сделанной в бывшей офисе ДПМ, и на которой Дадон говорит о финансировании ПСРМ из Российской Федерации, в повестке дня не числится. Эта тема находится в компетенции Генеральной прокуратуры, которая уже высказалась по данному пункту. Если им будет необходима дополнительная информация, или они готовы включить в повестку Высшего Совета Безопасности. На заседании Высшего Совета Безопасности планируется обсудить и другие темы, такие как кражи миллиарда, проблемы энергетического сектора, скандал с прослушкой публичных лиц, а также выдачу экс-главе ДПМ Владу Плохотнюку двух паспортов Республики Молдова с разными данными. Не пропустите сразу после выпуска новостей в эфире Докшио «Политика» Натальи Морарь, президент Игорь Дадон о том, что происходит за кулисами молдавской политической сцены, какие перемены нас могут ждать в ближайшее время. Об этом и о многом другом смотрите в 21.30. Спустя три дня после того, как Блок АКУМ выдвинул воду в недоверие министру обороны, Виктор Гайчук пояснил собственное выступление двухлетней давности. Как говорит глава Минобороны, его слова о бойцах на Донбассе вырваны из контекста. Но никакие объяснения АКУМовцев не убедили. Гайчука ожидают с докладом в парламенте. С того момента, как депутаты из Блока АКУМа обвинили министра обороны в поддержке российской агрессии в соседней Украине, прошло три дня. Сегодня Виктор Гайчук прокомментировал видео двухлетней давности, в котором он якобы называет бойцов на Донбассе героями. Группа политиков, демагогов из АКУМ пытается оправдать перед гражданами свое бездействие в парламенте и кризис идей, выдумывая лживые поводы для вотумов недоверия. Написал Гайчук в фейсбуке. Глава Минобороны также пояснил, что его слова о конференции на Донбассе, прозвучавшие во время конференции в Академии наук Молдовы, были вырваны из контекста. Все меня спрашивают, зачем нам в Молдове нужна армия, нам никогда не победить. Я вам приведу пример. Донбасс. Там около 10 тысяч бойцов. Практически столько же у национальной армии Молдовы. В Украине 168 тысяч военных. Дух и вера эффективнее в бою. До ВД министра не убедили депутатов из блока АКУМ. Парламентарии ожидают выступления Гайчука с докладом на пленуме. Его заявления предельно ясны. Он приветствует сепаратизм. Он приводит в пример военных преступников из Донбасса. Такому человеку не место на должности министра. Пусть господин Гайчук выступит с объяснениями в парламенте. Это будет вынесено на голосование. В минувшую пятницу депутаты от блока АКУМ выдвинули против Виктора Гайчука вотум недоверия. Дату рассмотрения вотума установит постоянное бюро парламента в течение 14 рабочих дней с момента подачи. Остались без крыши над головой в первый день зимы. В Дончинах огонь уничтожил частный дом. Пожар вспыхнул около полу ночи на летней террасе. Но из-за ветра пламя моментально перекинулось на жилое помещение. Огонь не пощадил ценные вещи, деньги и документы. Владельцам дома удалось спасти. Супруги выпрыгнули в окно. У нас теперь даже обуви нет. Ничего. Документов тоже нет. Все произошло около полу ночи, пока супруги спали дома. Огонь вспыхнул на летней террасе, но из-за ветра пламя тут же перекинулось на жилое помещение. Погорельцы с ужасом вспоминают, как тщетно пытались спасти свои вещи. Ничего не смогли спасти. Плита была, стиральная машинка, водоснабжение было подключено, холодильник. Все сгорело. Большая гардеробная тут была, а здесь столб. Все документы хранили здесь. Все сгорело. Тут паспорта лежали. Мужчина говорит, что с ремонтом помогали дети. Дом построили год назад. На кухне супруги держали газовый баллон. И при пожаре он взорвался, поэтому ничего не удалось вынести из горящего дома. Женщина успела разбить окно и выбраться наружу. Я выбила окно, и мы вышли через соседний двор. Так остались в живых. Мужчина предполагает, что к инциденту может быть причастна его бывшая жена. Получить ее комментарий нам не удалось. Мы не можем понять, как такое возможно. Мы оба были дома. Никакого замыкания, никакой искры. Мы не разжигали огонь в печи. Фара обратилась за помощью в примарию Данчен. Попросили у главного бухгалтера сообщить, какую сумму мы можем предоставить. Это около 5-10 тысяч леев. Пожарные и полиция проведут расследование. Будут подсчитаны убытки. Причины пожара выясняются. На время холодов пара разместилась у соседей. Пожизненное заключение за растление малолетних грозит в Молдове гражданину Нидерландов. Прокуроры завершили расследование и передали дело в суд. По данным следствия, на протяжении нескольких лет обвиняемый втирался в доверие к малообеспеченной семье с четырьмя детьми, живущей в Когульском районе. Он помогал им деньгами и добился того, чтобы двое детей оставались с ним на ночь. Мужчина сейчас находится под арестом. По информации прокуратуры, два раза в неделю обвиняемый платил матери детей 200 леев за уборку в доме, которую он снимал. А детей водил на прогулку и покупал подарки. Со временем родители разрешили сначала своему пятилетнему сыну, затем его десятилетнему брату оставаться на ночь с обвиняемым. Следствие показало, что обвиняемый спал с детьми в одной кровати, принимал с ними душ и сексуально к ним домогался. Дети не понимали, что мужчина совершает противоправные действия, поскольку ему доверяли. После того, как у мужчины закончился срок пребывания в Молдове, он уехал в Румынию, куда приглашал в гости мать с двумя детьми. Он также настоял, чтобы она оформила на него доверенность на детей, после чего он смог бы выезжать с ними за пределами страны. Однако примарея села вовремя отменила действия доверенности. К этому времени гражданин Нидерландов сбежал в Грузию, но по требованию прокуроров оттуда его экстрадировали в Молдову. Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Группа судей столичного сектора Чиканы пожаловались на давление. В письме на имя главы государства и премьер-министра они заявили, что прокуроры запугивают их и заставляют принимать сомнительные решения. В администрации президента нам сообщили, что не комментируют эти заявления. А в высшем совете магистратуры пояснили, что рассмотрят жалобу на завтрашнем заседании. В письме 14 судей просят власти принять меры для обеспечения независимого правосудия. По их словам, некоторые прокуроры, особенно из антикоррупционной прокуратуры, оказывали на них давление с целью принятия незаконных решений в пользу обвинителя, особенно в случаях с применением ареста. Методы якобы избирались разные. Первый способ – это когда судья отклоняет ходатайство, а прокурор, который участвовал в процессе, немедленно представляет отчет вышестоящему по иерархии прокурору. В отчете прокурор, чье ходатайство было отклонено, отмечает сомнения относительно законности судебного акта, говорится в письме, опубликованном изданием Зиару Дегарды. По словам судей, другим способом якобы было возбуждение уголовных дел по несуществующим фактам. Мы попытались связаться с некоторыми судьями, которые подписали письмо. У Геннадия Павлюка и Михаила Маргулица были отключены телефоны, а глава антикоррупционной прокуратуры не ответил на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать обвинение. С другой стороны, председатель высшего совета магистратуры заявил, что жалобы, поданные судьями, обсудят завтра. Все зарегистрировано в ВСМ. Завтра на заседание они будут внесены в повестку дня для рассмотрения. В пресс-службе главы государства заявили, что Игорь Дадон не комментирует от обращения судей. А министр юстиции, председатель парламента и премьер-министр пока на письмо не отреагировали. На Буйканах на месте двух строительных площадок, которые стали предметом спора с местными жителями, могут открыть детский сад и спортивный стадион. С такими предложениями выступила притура Буйкан, чтобы окончательно положить конец всем конфликтам. Жильцы и близлежащих домов с такими условиями не согласны. Люди говорят, что попросту устали от вечных строек и хотят спокойствия. После многочисленных протестов местных жителей, эту стройку на улице Алба-Юлия временно заморозили. Осталась площадка для фундамента, где по предложению властей может появиться новый детский сад. Однако далеко не всех жильцов впечатлило такое решение. Ну и видеть нехорошо совершенно. Мы против. Даже детский сад ничего не хотим. Не дом, а лучше детский сад, если строить. Ни одно, ни другое. Почему? Зачем детский сад, если есть другой ниже? До сих пор водят нас за нос. Теперь другие небылицы. Ещё один спорный объект расположен на Белинского. Жильцы раскритиковали возведение очередной церкви. Теперь на этом месте предлагают построить стадион. Мы побеседовали с экономическим агентом, ожидаем решения Министерства здравоохранения. Изначально обсуждалось возведение церкви. Местные жители против, поэтому предложили открыть спортивную площадку. Вопрос о незаконном строительстве один из наиболее болезненных. Во время своей предвыборной кампании Ион Чебан пообещал сразу после вступления в должность мэра Кишинёва заморозить три сомнительные стройплощадки. И этого так и не произошло. С другой стороны, отныне по просьбе градоначальника претеры еженедельно должны сообщать о том, как продвигается борьба с незаконным строительством. По факту нелегальных построек в Кишинёве было возбуждено несколько громких уголовных дел. В сентябре десятки чиновников столичного управления архитектуры попали под следственницы БК. Тогда сомнения правоохранителей вызвали выданные в управление авторизации. Одним из фигурантов дела о незаконном строительстве был и бывший вице-примар Нистер Грозаву. А я напомню, если вы стали очевидцем важного события, присылайте свои фото и видеоматериалы в редакцию ТВ-8. Ваша информация непременно станет новостью. Не пропустите. Далее выпуск ток-шоу «Политика» Натальи Марарь. Больше новостей вы найдете на сайте ru.tv8.md. Мы с вами увидимся завтра в 21.00. Всего доброго и хорошего вечера. Атмосфера веселья от самого входа. Караоке-холл радушно открывает свои двери всем, кто хочет приятно провести время, послушать хорошую музыку, исполнить любимую композицию и насладиться умопомрачительными коктейлями. Караоке-холл – это новые впечатления, незабываемые воспоминания. Ведь посетителям предлагают абсолютно новую концепцию клуба, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения времяпровождения. Хиты всех времен и народов вы услышите, как только переступите порог этого увеселительного заведения. Чувствуем себя не как в Молдове, как будто в годы запрета где-то в Нью-Йорке. Очень тепло, от нюансов до комфорта, которые здесь предоставляют. Здешний дизайн уникален, такого не встретишь нигде в другом месте. Удобные диваны таки манят, чтобы на них расположиться, а освещение обеспечит посетителям полный комфорт. Эти диско-шары обязательно будут приходить сюда петь караоке, потому что мне все нравится. С самых первых секунд я почувствовала себя комфортно, а это многое значит. В караоке-холл есть все, что пожелаешь. Веселый и дружелюбный персонал, безупречный сервис, потрясающие цены, музыка на любой вкус, возможность попробовать что-то новое и уникальное и гаджеты, позволяющие выбрать самое вкусное блюдо. Это наше меню. Здесь можете обратить внимание, у нас есть закуски. Здесь заказываете вы песни. На открытие клуба по-настоящему веселую атмосферу создавали приглашенные на мероприятия звезды отечественной эстрады. Отличное настроение. Мы, как музыканты, комфортно чувствовали себя на сцене. Акустика здесь хорошая. Очень красиво, открыто. На сцене я себя чувствовал, как рыба в воде. Караоке-холл приглашает вас в незабываемую сказку прямо в сердце Кишинева на улице Албешуара. Заведение работает ежедневно с 9 часов вечера. Желаю процветания и много клиентов, чтобы хранили ту атмосферу, которая здесь сейчас. Старания и труд непременно свое возьмут. Компания «Аракс», которая предоставляет услуги интернета, цифрового телевидения и телефонии, была удостоена почетной награды в рамках конкурса «Анаториум». Мы провели опрос, чтобы узнать, какие преимущества у производителей, получивших логотип вот от марка Рикунускута. Согласно результатам, около 70% потребителей в Республике Молдова приобретут продукцию и услуги с этим логотипом. Более 59% доверяют таким товарам. По итогам конкурса «Анаториум» руководство компании получило два заветных трофея. И поблагодарило абонентов проявленное доверие. Второй год подряд нас оценивают наши абоненты, и мы получаем эту награду. Я думаю, такая оценка говорит о высоком качестве наших услуг. И о том, что мы придерживаемся индивидуального подхода каждому абоненту. От заключения контракта до решения проблем, появившихся во время предоставления услуг. Лояльность клиентов для нас очень важна, так как наша компания ставит огромный акцент на этом. Для того, чтобы удержать наших клиентов, получать фидбэк и радовать различными новыми продуктами, новыми каналами и новой скоростью интернета. Компания на рынке с 1992 года. На протяжении долгих лет «Аракс» отличался высококачественными услугами интернета для бизнеса. Компания «Аракс Импекс» 27 лет на рынке, предоставляет услуги интернета и телевидения для физических и юридических лиц. Для нас эта награда очень важна, потому что мы акцентируем на качестве наших услуг. «Наториум» — это конкурс торговых марок и компаний из всех областей, присутствующих на рынке Молдовы. В этом году конкурс прошел уже в четвертый раз. Почетных наград были удостоены более 120 торговых марок. Самый заветный трофей — статуэтка «Кавалер». Победителей также награждают золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.